Здравствуйте! Вы смотрите программу «Грядки в порядке» в студии Мария Шматкова и кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Викторовна Настенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна! Здравствуйте! Наталья Викторовна, сегодня мы поговорим о землянике, об этой ягоде, удивительной ягоде, которой так любят лакомиться наши дорогие россияне. Так все-таки чем же так хороша и полезна земляника? Да, сегодняшнюю передачу мы решили посвятить землянике в преддверии открытия земляничного сезона. Она у нас уже поспевает. Вот в конце июня начнем ею лакомиться. И действительно, ягода удивительная, повсеместно распространенная. Наверное, не найти ни одного садового участка, где бы не выращивалась эта ягода. Наверное, любим мы ее не только потому, что она вкусная, ароматная, сочная, но за то, что она еще и очень-очень полезная. Во-первых, эта ягода, она повышает наш иммунитет, нормализует работу всего организма. Потом она является сильным противораковым средством. Борется при помощи этой ягоды с холестерином. Когда мы едим ягоду, у нас повышается настроение. Мы полны сил и бодрости. А скажите, какая женщина не пробовала пользоваться масками со свежей землянике? И поэтому, конечно, хоть она и сладкая, но она является, как ни удивительно, сахаропонижающим средством. И поэтому полезна людям, которые страдают сахарным диабетом. Она малокалорийна, хотя она и сладкая. И она полезна людям, которые следят за своей фигурой, борются с лишним весом. Ученые установили, что в ягодах земляники более 50 различных ферментов, которые придают ей вот этот аромат, повышают наше настроение, вливают в нас новые силы и бодрость. Поэтому ягода прекрасна во всех отношениях. Лучше всего, конечно, употреблять ее в свежем виде, для того, чтобы сохранить всю вот эту кладовую витамином. Но она и великолепна в замороженном виде. Мы с нее делаем и варенье, джемы различные, компоты, консервируем ее. Так что вот скоро начинается земляничный сезон. Пожалуйста, запасайте с витаминами, ешьте эту ягоду, повышайте себе настроение, будьте бодры и веселы. Какие все-таки лучше всего сажать сорта земляники на дачном участке, чтобы собрать богатый урожай? Потому что мы привыкли видеть буквально несколько кустиков земляники. Это маленькая чашечка. И, в общем-то, на этом весь урожай у большинства дачников закончен. А вот как вот все-таки его повысить и что лучше посадить? Какой сорт? Вы знаете, сейчас сортов очень много земляники. И если вы такой любитель этой ягоды, то, конечно, вам хочется продлить период плодоношения. Поэтому, чтобы это сделать, нужно сажать сорта разных сроков созревания. Посадите у себя на участке раннеспелые сорта, среднеспелые, познеспелые. И вы будете лакомиться этой ягодой где-то с конца июня по август месяц. Но, когда вы покупаете землянику, интересуйтесь, какой сорт вам продают. Покупайте в садовых центрах, там, где продают именно сортовые сорта. Сортов сейчас, конечно, очень много, но важно, чтобы они были урожайные. В первую очередь, интересуйтесь. Урожайным был сорт, устойчивым к болезням, к вредителям. И подходил к нашей почвенно-климатической зоне. Потому что мы с вами живем не в Черноземье. Если вы купите сорт, который предназначен для южных районов, то, конечно, он в нашем климате не будет давать такую урожайность. Или сорт, который предназначен для Сибири, для холодных регионов. Поэтому именно для нашей зоны. Сортов я сказала, что очень много. Из ранних сортов можно назвать такие сорта, как талка, незнакомка, даренка. Сейчас у нас на рынке много голландских сортов. Они замечательные, великолепные. И наши отечественные селекционеры серьезно работают. Потому что знают, как наши россияне любят эту ягоду. Поэтому и отечественных сортов очень много. Раннеспелые сорта, как правило, они тоже морозостойкие. И они имеют высокий коэффициент размножения. Они очень сильно размножаются, дают усы. Ягоды у них довольно крупные. От 10 до 30 граммов веса. Есть сорта среднеспелые. Это сорта замечательные. Это один из самых лучших сортов среднеспелой земляники. Марышка, царско-сельская, царица, студенческая. Эти сорта тоже великолепные. Они дают на одном кусту, где-то до 20-30 ягод завязывают одновременно. Морозостойкие и устойчивые к болезням и клещу. Что очень важно для сортов. И, конечно, позднеспелые сорта. На слуху самый известный, самый распространенный немецкий сорт. Зенгезингана. Этому сорт уже много лет. Но он неизменно пользуется популярностью. Многие датчики его выращивают. Он очень неприхотливый и устойчивый. И очень вкусные у него ягоды. Так что сортов очень много земляники. Выбирайте, что бы вы хотели. И не зацикливайтесь, пожалуйста, на одном сорте. Так что сажайте на своих участках сорта раннеспелые, среднеспелые, позднеспелые. И тогда земляничный сезон у вас будет более растянутый. Наталья Викторовна, но вот все-таки на что нужно обращать в первую очередь внимание, когда дачники приезжают в садовые центры, покупать рассаду земляники. Потому что любой продавец будет расхваливать каждый сорт его задачи продать. Но вот мы же должны быть вооружены. То есть мы должны на что-то обратить внимание. Может быть, почитать перед этим еще и литературу. Посмотреть как-то, не покупать сруб ни в коем случае. Когда вы идете в садовый центр, вы должны четко знать, что вы хотели. Что вы должны приобрести раннюю, допустим, среднюю, позднюю. Чтобы листочки у вашей рассады были зеленые. Чтобы хорошее было развито сердечко, то есть центр розетки листьев. Чтобы нормальные были корешки. И, как правило, нужно стараться покупать закрытые корневые системы, чтобы корешки были в земле. Вот, чтобы они были в горшочке. Тогда гарантия того, что ваша рассада хорошо, приживется. И вообще сажать, конечно, очень важно уход дальнейшей посадкой, дальнейший уход за земляникой. Вот вы привезли рассаду земляники. У вас уже должна быть грядка подготовлена. Как правило, мы сажаем землянику или весной, или летнюю посадку делаем. Весной мы сажаем ее в конце апреля, в начале мая. И когда вы посадили землянику, вы знаете, что у нас бывают и заморозки еще майские. Даже и июньские возвратные заморозки. Поэтому следите за своими посадками земляники, чтобы у вас был под рукой и лутросил, и спонбонд, и полиэтиленопленка, даже газеты на худой случай. Потому что земляника, которая посажена рано весной, она очень чувствительна к заморозкам. Даже минус 1-2 градуса заморозков почвенных, они могут погубить вашу посадку. Потому что, как правило, уже есть цветочки, завязи небольшие, они очень чувствительны к заморозкам. Вот это обязательно нужно учитывать. И правильно, конечно, свою рассаду покупную, которую вы привезли из садового центра, правильно ее посадить. Сажаем мы на грядках. Грядка должна быть перекопана, сделаны лунки для посадки земляники. Сажаем двумя рядами, как правило, на грядку. И выдерживайте расстояние между рядами. 50-60 сантиметров. Не частите. Потому что мы, когда привозим небольшую рассадку, нам хочется ее погуще посадить. Побольше. Не забывайте, что земляника разрастается. И потом у вас просто сомкнутся эти ряды. Значит, расстояние между рядами 50-60 сантиметров. Между растениями в ряду 25-30 сантиметров. И нужно запомнить, что земляника хорошо растет на одном месте 3-4 года. Не больше. Как бы нам не хотелось, чтобы она 5-10 лет росла, этого не получится. Дело в том, что и истощается почва. Как бы мы ее не подкармливали, не ухаживали. Все равно монокультура. Разрушается и структура почвы. Накапливаются в почве вредители, болезни. Поэтому 3-4 года вы сами заметите, что урожай резко снижается. Поэтому готовьте рядышком или запасную грядку. Или где-то в другом месте вашего дачного участка. Но с этой грядки вам землянику придется все убрать. Дальше вы эту грядку можете занимать любыми овощными культурами. Так что 3-4 года. Правильная посадка. И когда вы сажаете вот эту розеточку, обязательно помните, что ни в коем случае землянику нельзя заклублять почву. Если вы присыпали вот это сердечко землей, оно у вас выпреет. И ничего хорошего не получится. И наоборот, слишком высокая посадка тоже ни к чему хорошему не приведет. Будут оголяться корни, и ваша земляника просто засохнет. И часто весной, когда мы приезжаем на дачный участок, мы видим, как после зимы наши кустики земляники как бы выпираются из земли под действием заморозков, морозов. И поэтому нужно вот наши кустики все хорошенько уплотнить, обжать, чтобы и корни были в земле. Тогда земляника будет хорошо расти. Ну и естественно уход. Если будем хорошо ухаживать за земляникой. Вовремя поливать, кормить. Вовремя, конечно. Но это общепринятые нормы. Поливать землянику нужно, когда вот стоит жаркая погода. Полоть, рыхлить. И когда мы с вами посадили земляничку, хорошо бы ее замульчировать или торфом, или опилками. А вот сейчас началось у нас активное кошение газоном наших. Вот самое милое дело вот эту скошенную траву взять и замульчировать ею грядку земляники. Во-первых, вы убиваете сразу несколько зайцев. Замульчировали вот этой травой грядку земляники. Сохраняем влагу в почве. Это раз. Сорнякам труднее пробиваться на поверхность. Это два. Когда созревают ягоды, они ложатся не на землю, на сырую. Они лежат на траве. Они сухие, чистенькие. Вспомните, когда после дождей мы идем собирать землянику, она, как правило, вся в земле. И потом ее тщательно нужно вымывать, потому что земля забивается вот в эти места, где семечка в земляничной ягоде. И, кроме того, еще, когда ягода лежит на земле, она может болеть, появляются серые гнили. А как улитки любят нашу ягоду? Улитки, слизни. Приходишь собирать урожай, смотришь, пол ягоды нет. Эта улитка поработала. А когда ягоды лежат на траве, на мульчирующем слое, конечно, они более сухие и здоровые, неповрежденные. Поэтому мульчировать грядки желательно, даже можно сказать обязательно. И, конечно, кормить, как без подкормок. Хотя, хочу сказать, что земляника такая ягода, которую лучше не докормить, чем перекормить. Многие стараются побольше ее подкормить, тогда она начинает жировать. Мощный куст, радуемся, что такая хорошая зеленая листва, а ягод мало. Потому что все силы она дает на формирование листового аппарата. Так что лучше ее не докормить. И кормят в основном землянику до цветения. Когда она пошла после зимы или после посадки у нас, мы ее подкормили до цветения один раз. И когда собрали урожай, сорвали, мы обязательно должны подкормить для закладки будущих цветочных почек. Вот это основные две подкормки, которые желательно делать, подкармливать землянику. Я знаю, что многие садоводы еще применяют такой один метод. Они берут обычную крапиву, которая всегда достаточная на участке и за пределами участка. Вот взяли ведро крапивы, залили теплой водой, можно кипятком. Настояли 2-3 дня. И это прекрасное биоудобрение. Конечно, запах не очень хороший, но зато польза большая. И вот эти кустики земляники мы до цветения опрыскиваем, вот этим настоем крапивы. И после того, как собрали уже урожай, тоже можно опрыскивать настоем крапивы. Во-первых, и кусты здоровее будут, и ягода будет лучше, крупнее. И биологическое удобрение всегда только на пользу растениям. Наталья Викторовна, часто можно видеть на дачных участках в последнее время, когда грядки с земляникой и с клубникой не мульчируют травой свежескошенной, а закрывают пленкой. Что это за пленка? И так ли она полезна? Обычно многие так и делают. Закрывают грядки пленкой. Во-первых, пленка не пропускает наружу сорняки. Сорняки находятся под пленкой, им там некомфортно, они не могут выбраться. Ухаживаем за растением. Именно вот в эту луночку и подкармливаем, и пропалываем лунку. И ягоды у нас находятся чистыми. Можно пленку использовать и белую, и черную. Вот так, когда вы посадили только ягоды, сразу сделали, прорезали отверстие в пленке, и туда, прямо в луночку посадили новую свою земляничку. Но, как правило, пленка, она год самый больше, что она может продержаться. Осенью эту пленку снимают, потому что она под действием мороза, она трескается. Она уже на следующий год, как правило, после зимы, она уже будет не очень хорошая. Но она никаким образом не вредит растению, не улучшает его развитие. Нет, вредить растению она не вредит. Под пленкой и тепло дольше сохраняется. Конечно, в жаркую погоду чаще придется поливать, потому что там температура-то будет побольше, чем если бы пленка была открытая. Под пленкой жарче, конечно, растениям, корневой системе. Поэтому поливать придется почаще. Зато легче бороться с сорняками. Зато ягода у вас будет всегда чистая и не будет лежать на земле. Не будет загрязняться и повреждаться. То есть все создано для того, чтобы нашим уважаемым дачникам было как можно комфортнее работать, трудиться на своих дачных участках. Наталья Викторовна, что такое ремонтантная земляника? Вы знаете, все чаще можно встретить ремонтантную землянику сейчас на дачных участках. Ремонтантность – это свойство растения цвести постоянно. То есть длительный период. Не один раз, как обычно, земляника отцвела, дала нам ягоду, мы собрали урожай, все, грядка у нас стоит зеленая. А ремонтантная земляника, она цветет длительно. Цветет практически до осени. И, естественно, и урожай дает более растянутый. Конечно, как в каждом овоще, в каждом сорте есть положительные отрицательные стороны, так и ремонтантная земляника имеет некоторые минусы. Ну, одним минусом является то, что она, в отличие от обычной земляники, может расти 2 года на одном месте. Затем у нее идет резкое уменьшение урожая. То есть не 3-4 года, как мы держим обычную землянику на грядке. Ремонтантная 2 года хорошо растет на грядке. Дальше нужно ее заменять. Другую грядку, другие сорта. Что еще является минусом? Многие садоводы считают, что ремонтантная земляника, она не такая сочная, не такая сладкая, как земляника, которую мы собираем в июне, в июле. Ну, и тут трудно не согласиться, что, конечно, земляника, которая поспевает в августе, в сентябре, да даже может свести до октября, в зависимости, какая у нас будет осень. Если теплая, сухая, то ремонтантная еще в начале октября может давать урожай. Конечно, у нее нет той сладости, какая есть в июньской землянике. Зато есть много ягод. Конечно, и согласитесь, что когда приезжаешь на участок в сентябре, и уже настроение совсем другое, чувствуешь, что заканчивается дачный сезон, как правило, все уже отсвело, урожай мы собрали. Ведь в июне, когда приезжаем, у нас подъем, все растет, все цветет, мы в преддверии предвкушения сбора урожая, в сентябре как-то уже настроение похоже. И когда ты подходишь к земляничной грядке, как приятно. В сентябре месяце полакомиться ягодами. Пусть они будут не такие сладкие, но зато они сочные и не такие же полезные. И вот особенностью ремонтантной земляники является то, что она отдает урожай как бы в два срока. Первый она отдает в июне, в конце июня, в начале июля, как обычные земляники. Но урожай небольшой, где-то максимум 30%. А остальные 70% она нам отдаст уже в августе, в сентябре. Поэтому вот такой у нее растянутый период плодоношения. И замечательные сорта есть ремонтантной земляники. Есть уралочка розовая, у нее розовые цветы. Представляете, вот грядка все лето цветет розовыми красивыми цветами. Есть гора Эверест, замечательный сорт, московский деликатес Елизавета. Вот эти сорта я рекомендую нашим дачникам обязательно посадить у себя на участке и продлить период сбора прекрасной вкусной ягоды. Наталья Викторовна, я знаю, что существует земляника белоплодная. Отличается ли она по своим свойствам, по уходу? И кто вывел такой сорт? Вот селекционеры в этом плане тоже работают, не покладая рук. Это выведены сорта белоплодной земляники. Прекрасные сорта Вайс Салемахер, колландский сорт, и сорт Швет. Они, конечно, она не такая, белоплодная земляника, она может быть не такая полезная в плане насыщенности ферментами. Она более такая деликатесная, потому что у нее больше, она более сочная и более ароматная. И белоплодная земляника, самый главный ее плюс в том, что она гипоаллергенная. Вот многие дачники, у кого маленькие дети, они сажают белоплодную землянику, потому что у некоторых детей есть диатез на красноплодные вот эти ферменты, а на белоплодную аллергии нет. Поэтому, а как приятно положить на тарелку и белоплодную, и красноплодную. И никому не обидно, главный в семье. И белоплодная, она считается просто, она для свежего употребления в основном. Мы, конечно, белоплодную, как вы будете ее делать компоты, она просто не годится для этого. Ее употребляют в основном в свежем виде, потому что она более ароматная и более нежная, только для свежего употребления. А так уход такой же, как за обычной земляникой. И, конечно, она меньше повреждается, если наши посадки часто и сороки, и другие насекомые, и птицы очень любят, потому что ягода красная лежит на земле, то белоплодная, она, как правило, меньше повреждается птицами. Вот такие ее плюсы. А так тоже ягода очень вкусная, и приятно, когда на участке у вас есть и обычная земляника, которая рано отдаст урожай, и ремонтантная, которая будет вас баловать вкусными ягодами в сентябре месяце. И белоплодная для детей, для внуков. Вот такая она, разная земляника. Ну, вкусная, а самое главное, полезная. Так что пользуйтесь, употребляйте землянику, выращивайте и уделяйте ей побольше внимания, и повышайте свой иммунитет, поднимайте себе настроение, ешьте такую приятную, вкусную ягоду. Это была программа «Грядки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин